Сцена 31, Дуболитин. Слышь, подруга, а я не знала, что у нас жулька такая фифа. Интересно, а муженек и об этом знает? А то! Он же ей такой наряд купил. И что ты думаешь, это то самое платье? А ну оно! Выучить текст на пяти листах для журналистов поселковой газеты – настоящее испытание. Это только эпизодические роли. Но, по мнению режиссера, эти люди оказались самыми достойными. Теперь снимаются в настоящем кино. Пусть камера всего одна, да и то непрофессиональная, зато фильм свой, деревенский. Теть Кать, ну можно? Ну я же сказала нет, никакой дискотеки. Месяц назад в деревню Лопатина из Москвы вернулась Яна Романенко. Соседи говорят, она с детства мечтала, если не снимать самой, то хотя бы сниматься в кино. Теперь Яна – ученица Аллы Суриковой. Заканчивает в столице высшие режиссерские курсы. А на родной земле снимает дипломную работу. Рабочие названия лопатинцы тоже плачут. Это деревня моего папы. В этой деревне я провела все свое детство. И я знаю, ну как вы видите, колорит здесь хороший, природа замечательная. Оператора Яна нашла через интернет на объявление. Срочно требуется начинающий оператор для экспериментального проекта. Работа интересная, но неоплачиваемая. Откликнулся только студент Дима. Операторский кран он смастерил сам из подручных средств. Я ролик там такой посмотрел. Там краны все это такое. Ну вот, захотелось мне что-то подобное сделать. Вот, и пошел на рынок, взял доски там. Вот, собрал все. Сюжетная линия меняется с каждым днем. Сценарий Яна писала с расчетом, если не на профессиональных актеров, то хотя бы на студентов театральных училищ. Но все роли в ее картине играют обычные лопатинцы. Безвозмездно. Стараются по пять раз пройти, пытаются, чтобы их заметили, попасть в кадр, чтобы их тоже засняли в кино. Ну, колорит очень такой, надо сказать. Ну, и не снимаете? Ну, как, некоторые мелькают, телеги вот проезжают. Простая сцена. Соседский парень увозит главную героиню на дискотеку тайком от матери. Но даже это действие без диалогов приходится переснимать несколько раз. Съемочный день начинается рано утром и заканчивается поздним вечером. За это время приходится делать сотни дублей. И дело в том, что по сценарию время действия – это конец 80-х годов. Но сейчас даже в деревне не осталось подходящего антуража. Повсюду иномарки, рекламные вывески, символы 21 века приходится надежно камуфлировать. Отснятый материал Яна повезет в Москву. Покажет дипломный проект своим именитым учителям. А лопатинская премьера фильма состоится ближе к Новому году. Аркадий Назаренко, Александр Большаков и Наталья Повольного, Петербург. Пятый канал, Красноярский край.